В последние годы сфера онкологии в стране заметно модернизировалась. По инициативе главы государства открыты новые отделения, обновлена материально-техническая база, внедряется международный опыт в сфере медицины, проводятся высокотехнологичные операции. О реформировании системы расскажем на примере Самаркандской области. В Самаркандском филиале онкологии и радиологии имеется 175 койко-мест, ожидается увеличение до 250. Это станет возможным благодаря расширению территории филиала за счет присоединения 2,5 гектаров земель бывшего третьего родильного комплекса. В данное время деятельность роддома продолжается в новом здании. Таким образом, в начале этого года на базе медучреждения открыты 5 отделений – онкомомологии, детской, общей, палеотивной онкологии и уропрактологии. Каждое отделение оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить сложные онкологические операции. Только в отделении онкомомологии уже выполнено свыше 10 операций по удалению доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы. На сегодняшний день в плане хирургического лечения у нас международные операции проводятся. То есть, если раньше было удаление весь орган, сейчас можно и реконструктивные операции. В плане хирургического, пластической операции тоже на сегодняшний день выполняется нашими специалистами, которые обучены за рубежом. Учитывая то, что рак молочной железы – это наружный орган, то есть на сегодняшний день организована скрининговая программа. В городе установлен маммограф, где могут жители города пройти обследование, то есть пройти маммографию. В раннем выявлении точной диагностики и эффективном лечении онкозаболеваний велико значение медоборудования. За последние 4 года самаркандским филиалом онкологии и радиологии закуплено 47 видов аппаратуры иностранного производства. На общую сумму около 25 миллиардов сумм. Помимо областного филиала, качественные онкологические услуги населению региона оказывают 19 онкологических и 26 смотровых кабинетов. Здесь также важно отметить снабжение центров медикаментами для лечения онкозаболеваний. Обеспечение лекарственными препаратами в самаркандском филиале на сегодняшний день выросло от 40 до 90 процентов. Наше отделение состоит из 25 коек. Кроме этого, у нас есть туристическая палата из двух коек. Сейчас в данное время у нас лечится 25 больных. Кроме этого, две больные из Кыргызстана и Таджикистана. Число онкобольных сейчас в данное время увеличивается, поэтому наше государство нам дали комплекс третьего роддома. Мы перешли в первую химиотерапию, в вторую химиотерапию перешли в комплекс третьего роддома. Для больных сейчас 98 процентов обеспечения со стороны государства химиотерапевтическими препаратами. Кроме того, есть еще новые препараты, таргетные препараты. Сейчас в данное время эти препараты тоже предостаются. У коллектива самаркандского филиала Республиканского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии много перспективных целей и планов. В частности, организация клиника биохимической лаборатории, создание межрегионального учреждения в виде хоспис на 50 коек. Также в перспективе широкое внедрение эндохирургических практик, что будет способствовать повышению уровня качества оказания онкологической медицинской помощи населению нашего региона. Последовательной реализации принципа «Человек, общество, государство в нашей стране». «Человек, общество, государство в нашей стране неизвестно, обычно не более».